МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вернутся в классы мэрия и санэпидемиологи. Разрешили еще трем параллелям посещать оффлайн-уроки. 9 марта станет 1 сентября. Убийство ВВС. Руководство отделения отмалчивается, не объясняя, как допустили гибель человека в стенах этого учреждения. Эксперты считают, были пытки. Сочные ягоды и шоколадные фигурки, кремовые цветы и именные поздравления. Все это юный кондитер Виктория Суботина мастерски умещает на создаваемых ею тортах. Далее об этих и новостях более подробно. В студии новостей Джолдош Исаков. Здравствуйте. Сегодня завершился двухдневный государственный визит президента Садыра Джапарова в Казахстан. Сегодняшняя повестка началась с общения с деловыми кругами соседней республики. В Нур-Султане была организована бизнес-встреча, в которой участие приняли представители сферы предпринимательства. Глава нашего государства подчеркнул, что торговые связи и совместные проекты это одна из основных точек соприкосновения наших государств. Это обусловлено и исторически, и географически. По словам Джапарова, Казахстан – один из ключевых торговых партнеров Кыргызстана. И несмотря на кризис, вызванный пандемией коронавируса, объем притока прямых казахских инвестиций за 2020 год увеличился на 9%. Страны в составе ЕС, но потенциал не реализуется в полной мере. Садыр Джапаров отметил, что поддерживает позицию КСМЖО Марта Тукаева о необходимости реализации новых совместных инфраструктурных проектов, в частности предложения о создании совместных оптово-логистических комплексов с участием иностранных партнеров. Сегодня, заверил Джапаров, в республике идет мощная работа по усилению защиты собственности предпринимателей и инвесторов, а минимизирование угроз со стороны чиновников и бюрократии решается путем внедрения цифровых систем. Мы должны совместно мобилизовать весь свой торговый и транзитный потенциал для повышения общей эффективности транспортных и экономических коридоров. Многие казахские предприниматели уже делают бизнес в Кыргызстане, пользуются его возможностями и долгосрочными перспективами. Кыргызстан придает большое значение и особое внимание таким факторам развития, как привлечение прямых иностранных инвестиций, внедрение инновационных технологий и обеспечение свободы предпринимателя. Один из первых моих указов на посту президента Кыргызстанской республики был направлен на усиление защиты собственности предпринимателей и инвесторов, исключение необоснованного вмешательства государства в экономическую деятельность субъектов предпринимательства. Также в целях активизации и поддержки на высоком уровне подготовки и запуска различных инвестиционных проектов. Мы рассматриваем передачу уполномоченного государственного органа по инвестициям под введение президента. Проводятся мероприятия по обеспечению перехода налоговых органов к сервисной модели обслуживания налогоплательщиков. Упрощение процедуры налогового администрирования путем цифровизации основных бизнес-процессов, полного исключения контакта сотрудников налоговых органов с налогоплательщиком. Внедряются индикаторы скорости таможенной очистки товаров и качества предоставляемых услуг. Помимо этого в Кыргызстане мы начинаем применять цифровые технологии в сельском хозяйстве с элементами электронной коммерции для обеспечения прослеживаемости и безопасности сельскохозяйственной продукции. Иными словами мы призываем казахстанских предпринимателей более активно включаться в реализацию инвестиционных проектов в Кыргызстане. Уважаемые представители бизнес-сообщества Казахстана, дамы и господа, надеюсь, что и итоги сегодняшней встречи внесут достойный вклад в укрепление сотрудничества между нашими странами и станут импульсом для нашего дальнейшего взаимовыгодного экономического разбития. В Нарусултане сегодня лидеры двух стран провели повторную встречу. Сегодня Сандр Джапаров и Казымжом Артукаев вместе посетили Международный финансовый центр Астана. Они ознакомились с деятельностью структурных подразделений, в частности, Международного арбитражного центра. Он, как отмечается, предоставляет независимую экономичную и оперативную альтернативу судебному разбирательству действия в соответствии с международными стандартами для разрешения гражданских и коммерческих споров. Президентам также рассказали о работе комитета, который регулирует банковскую деятельность, страхование, исламские финансы, управление активами и частное банковское обслуживание. Лидеры стран также ознакомились с деятельностью Центра по предоставлению иностранным гражданам государственных и негосударственных услуг. Основной задачей этого центра является создание и обеспечение благоприятных условий въезда и пребывания, а также интеграции иностранных экспертов и инвесторов в казахстанское общество и бизнес-сообщество. Наш пример показывает, что в Кыргызстане можно успешно работать, развиваться, делать инвестиции. И, в общем, мы хотим просто сказать, что мы ответственные инвесторы, ответственно относимся к своей работе и ответственно относимся к тому, что требуется от нас со стороны государства. И сегодня же глава государства встретился с единственным монасчи в Казахстане Байянгали Алимжановым. Он перевел эпос монас на казахский язык и тем самым внес огромный вклад в развитие и популяризацию жемчужиной кыргызского народного творчества. Президент Садр Джапаров вручил Алимжанову государственную награду Кыргызской республики Орден Достук. В ответ Манасчи отметил, что считает это фольклорное произведение одним из величайших и приложит немало усилий для того, чтобы познакомить с ним молодое поколение казахстанцев. Сегодня Джигур Кукинеш в первом чтении принял законопроект о назначении референдума по проекту новой конституции. Инициаторы предлагают провести плебисцит 11 апреля в один день с выборами в местные кинеши. За принятие документа проголосовали 87 депутатов против 9. Перед голосованием сегодня вновь возникла дискуссия относительно вопроса, кто же является автором новой редакции конституции. За обсуждением следила Сабина Дамаскина. Законопроект о назначении выборов по принятию основного закона страны, над которым в течение трех месяцев работали члены конституционного совещания, накануне одобрил парламентский комитет по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту. А уже сегодня этот вопрос внесли в повестку пленарного заседания депутатов. Однако вместо заявленного обсуждения даты предстоящего плебисцита, депутаты говорили о самой конституции, о ее содержании и недочетах, которые, по мнению парламентариев, в ней предостаточно, даже после лингвистической и правовой экспертиз. Есть некоторые несоответствия, которые необходимо исправить, а вносить к корректировке им самим, как уже выяснилось, нельзя. Со всеми этими вопросами народные избранники хотели было обратиться к авторам основного закона, но узнать, кто он или они, так и не получилось. Перед заседанием же вы правильно поднимаете вопрос? Попросили, сейчас аппарат работает, вам дадут. Хочу вам напомнить, что конституционное совещание 17 ноября ровно три месяца работало, площадка была открытая. Я сегодня сейчас в своем выступлении дал информацию, что ни одно заседание пленарное, ни одно заседание секционное не проходило без участия телевидения, прессы. И еще хотел бы особо отметить, что конституционное совещание несколько раз в формате менялось по требованию общественности. И конституционное совещание было создано по требованию общественности. Это Эльдинталавы, чтобы туда были вовлечены представители широких слоев населения, НПО, юристы. Во-первых, хочу напомнить про лингвистическую экспертизу. В том документе, который был направлен в Джугур-Кукинеш, на рассмотрение было множество грамматических и стилистических ошибок. Тавтология, слова использованы в неверном значении. Это все уже исправлено? Кроме того, нужно отметить, что для назначения референдума необходимы положительные заключения Конституционной палаты и правительства. где все это? Заключение Конституционной палаты не нужно. В действующем законодательстве прописано, что Конституционная палата дает заключение на изменения в Конституцию. А сейчас вносятся неправки, а принимается новая Конституция. Дискуссии становились все жарче, а некоторые вопросы и замечания оставили ответчиков в тупик. Нардепам хотелось получить разъяснение из первых уст. Возможно, создатели заметили парламентарии, имеют объяснение на все вопросы. И они стали обращаться к тем коллегам, которых они считали в числе авторов. Но все наперебой спешили откреститься от своего участия. А двое парламентариев попросили исключить их фамилии из числа 80 нардепов, подписавших проект основного закона. Ко мне поступает много вопросов. Я не имею никакого отношения к проекту Конституции, не принимал участия в разработке. Прошу исключить меня из списка. Я поддержала проект о назначении референдума в ноябре 2020 года. Но к написанию Конституции я не имею никакого отношения. Не хотела бы, чтобы моя фамилия была в списке авторов. Сегодня в ходе заседания люди отказываются от своих подписей. И вы хотите, чтобы я за них отвечал? Наша главная цель построить демократическое государство по всем правовым принципам. В новой Конституции власть принадлежит народу? Принадлежит. Верховенство закона учитано? Учитано. Все три ветви власти независимы друг от друга. Самый главный принцип, который должен соблюдаться в демократическом государстве, это права человека. И при разработке проекта Конституции этот принцип был у нас в приоритете. В новой Конституции права человека стоят на первом месте. Депутаты инициировали изменения. Создано Конституционное совещание. Процесс был запущен. Уважаемые коллеги, вначале 80 подписей было в документе. Сейчас вы говорите, что отзываете их. Но работа Конституционного совещания и референдум не отменятся. Мы запустили только процесс. Конституционное совещание свою работу сделало. Новый проект Конституции разработан. Ответственность за каждым. Не стоит надеяться, что отозвав голос, вы все аннулируете. Напомню, предварительная дата референдума по новой Конституции ранее указывалась 11 апреля. День выборов депутатов в местные кинеши. На то, чтобы официально утвердить дату, у парламентариев есть всего несколько дней. До 9 марта. Сабина Дамаскина, Диаса Кимбаев, НТС. Освобождение Камчи Кульбаевой с подстражи вызвало немало вопросов у общественности. Его, напомним, обвиняли в создании организованной преступной группы. И по решению Первомайского районного суда он должен был находиться в колонии еще до 22 марта. Однако Бишкекский городской суд меру пресечения отменил. Как отмечает в ГКНБ, он теперь под подпиской о невыезде и не может покидать пределы местожительства, то есть города Чопонаты. Поводом отпустить известного Крим-авторитета домой стало его решение выплатить компенсацию государству. Оказалось, что в отношении Камчебека-Асанбека было открыто еще и другое досудебное производство. Оно касалось легализации преступных доходов, отчего установленный ущерб составил более 250 миллионов сомов, отмечает следствие. И добавляет, что родственники Камчебека-Кульбаева изыскали средства и уже внесли на депозитный счет без малого 50 миллионов сомов. Остальную сумму Камчебека-Асанбек должен заплатить в бюджет государства до конца апреля. Попал в милицию и был убит. Мужчина и ночи не провел ВВС в Соколуке. К утру был найден мертвым. Этот инцидент произошел накануне. Что именно повлекло смерть арестанта, пока уточняется. Однако медики после предварительных осмотров и манипуляций заключают, что у погибшего были переломы ребер и черепно-мозговая травма. В самом отделении внутренних дел не хотят комментировать произошедшее, ссылаясь на расследование, которое ведут следователи ГКНБ. Уже звучат предположения о том, что имели место пытки. Родственники безутешны. Эксперты говорят, что начальство этого ИВС и всего отделения милиции должны понести серьезную ответственность за проявленную халатность на посту, не говоря уже об установлении непосредственного убийцы. Накануне около 6 часов утра в изоляторе временного содержания РОВД Соколугского района Чуйской области умер мужчина. По предварительным данным, он проходил по делу о краже. Мужчине было всего 51 год. Что стало причиной его смерти, пока правоохранители не говорят. По неофициальным данным, в камере умерший находился с еще одним своим подельником, которые были взяты под стражу на два месяца. По информации, которая появилась в СМИ, сокамерники что-то не поделили. Далее завязалась драка вследствие от полученных травм. Один из них погиб. Но где все это время находились сотрудники милиции, которые должны были дежурить на посту? Знакомые с этой сферы граждане отмечают, что минимум двое сержантов должны были сидеть в дежурной части. Еще столько же в той части помещения, где и расположены изоляторы. На этот вопрос ответить не может даже начальство районного отделения милиции. Сейчас я не могу комментировать данный случай. Сами должны понять, что идет следствие. Дело мы передали Госкомитету национальной безопасности. Может, сотрудники милиции и вправду ничего не услышали? А может, и сделали вид, что в камерах спокойно? Это теперь, конечно, выяснит следствие. Родственников погибшего нам встретить не удалось. А вот с фельдшером скорой медицинской помощи, которая выезжала на место, где был обнаружен труп, мы побеседовали. Галина Суворова, линейный фельдшер, получила тот вызов в 6.07 утра. По ее словам, постовые, не подпустив врачей к изолятору, вытащили тело в коридор. Фельдшер добавила, что на умершем была мокрая водолазка, спортивные штаны, на ногах не было обуви. Ну, там была травма, была там гематома, но они были не свежие. Это не свежие где-то неделю назад или две недели. Там гематома была, царапины были. Это было не свежее. Свежих там побоев, травмы, гематомы не было свежих. Это были старые. Просто они, видимо, плохо стало, они его водой облили, что там в камере он не один сидел. Там общая камера, он не один сидел там. Сколько там примерно человек? Я не знаю, да, что туда нас не пускают. Там двое сотрудников, они нам вынесли. Вынесли сюда, у них коридор есть там. Накануне была назначена и судебно-медицинская экспертиза. Тело умершего в данный момент находится в Соколугском районном морге. В интересах следствия судмедэксперт воздержался от полноценного комментария, но подтвердил тот факт, что на теле мужчины было множество травм. По нашим данным, у умершего была сломана челюсть и несколько ребер. Повреждения, мы все это отразим своим экспертным заключением, передадим лицу, который назначил экспертизу. И согласие следствия, вы уже будете ознакомлены с результатами экспертизы. Но так как процессуальные нормы мы должны соблюсти, мы не имеем права конкретно, может, где-то подетально рассказывать, потому что следствие пока еще не окончено. Представители национального центра по противодействию пыток в недоумении. Как постовые молодые сержанты не услышали то, что происходило у них под носом. Ведь время от времени они должны были делать обход каждой камеры. И пусть даже через дверной глазок следить за тем, что происходит в камере. По словам Бахыта Рызбекова, умерший содержался в карантинной камере номер 7. Говорит, им удалось поговорить с другими задержанными, которые находились в соседних изоляторах. Оказывается, большинство ночью ничего не слышали подозрительного. Ни криков, ни слов о помощи. И лишь один из арестованных сообщил, что в час ночи слышал удар в дверь. Однако постовой сказал, что кто-то просто буянит и не придал значения. Умершего мужчина видел в понедельник утром, во время отправки в суд. Но тогда, говорит свидетель, умерший ни на что не жаловался. Содержание в одной камере лиц, совершивших одно преступление, тоже является нарушением. Какова бы причина смерти ни была, кто бы ни был виноват в смерти человека, в конечном итоге человека приводят в государственное учреждение. И здесь должен стоять вопрос об ответственности государства тоже в целом вообще. В едином реестре проступков и преступлений инцидент был зарегистрирован сразу по трем статьям. Убийство, халатность и пытки. Кубат Хуан Шпекулу, Ахзат Тюлеев, НТС. Долгожданная встреча одногруппников, но не студентов, а воспитанников детских садов может случиться уже в следующий вторник. В мэрии Бишкека сообщили наконец о возобновлении работы дошкольных учреждений. Пока только в двух группах – старшей и подготовительной. По 10 детей в подгруппах. К оффлайн-обучению вернутся также ученики вторых, третьих и четвертых классов столичных школ. При этом делить их на подгруппы не будут, а уроки снова будут длиться по 40-45 минут. К такому решению городские чиновники и санэпидемиологи пришли после обсуждения эпидситуации в столице накануне. Так или иначе, еще несколько параллелей в школах, а также ясли и младшие группы в садах пока еще будут на удаленке. Родители встретили новость эмоционально и даже немного растерялись. Анастасия Соболева расскажет подробности. С 9 марта в бичкекских школах будет прибавление. За парты наконец-то сяду также и ученики второго, третьего и четвертого классов. Многое вернется на круги своя, как в доковидную эпоху. Уроки по 45 минут и никакого деления классов на группы. То есть, если в одном классе 40 учеников, все они будут сидеть в одном кабинете. В 13-й школе сегодня получили приказ из столичного управления образования. Учителя услышали новость на собрании. Педагоги рады. В здании тихо, как сейчас, уже не будет. Пока до 9 марта в начальной школе обучаются только первоклассники. Полы, парты, стены, батареи. Для встречи учеников вторых, третьих и четвертых классов нужно все подготовить. В одях лорка. Как учиться в условиях соблюдения жестких антиковидных мер уже знают. Максимальное количество учеников в классах 13-й школы 45. Недавно, рассказывает в администрации, проводили анкетирование среди родителей учащихся. Большинство согласны на обучение своих детей в прежнем режиме. Мы традиционно обучаемся в две смены, поэтому мы будем учиться в две смены. Мы попросим чуть позже обязательства от родителей, что они действительно согласны, что они отпускают ребенка в школу. Если родители, есть такие случаи в тех параллелях, которые были в третьей четверти, если родители не будут пока отпускать ребенка, то мы будем давать задания онлайн. Требования к образователям учреждениям прежние. Классы нужно проветривать, дезинфицировать помещение. Родители должны обеспечить детей масками и антисептиками. Дезинфицирующие растворы имеются и во всех школах, говорят в управлении образования. Нагрузка ложится и на медсестер, в обязанности которых входит ежедневное проведение медобследования. Были даны рекомендации руководителям образовательных организаций составить расписание с учетом того, чтобы разделить детей на смены. Начальная школа будет обучаться теперь тоже в две смены, возможно в три смены, для того, чтобы не было скопления учащихся. Отметим, с середины марта школьники уйдут на каникулы. Смысл возвращения за парт учеников вторых, третьих и четвертых классов на одну неделю в том, чтобы провести мониторинг. Как дети смогут адаптироваться к 45-минутным урокам, посмотреть их посещаемость. Каждый день до 5 часов вечера результаты мониторинга все районы и центры образования будут сдавать в управление образования, добавила Анара Олимбекова. Важная новость и для родителей и ребятишек дошкольного возраста. С 9 марта возвращаются в детские сады воспитанники стажих и подготовительный групп. Но они все. Количество человек в одной группе ограничено. Десять и не больше. Заведующие детсадов пока готовят списки детей. Срок до 5 марта. Главный критерий отбора, если ребенка не с кем оставить дома. Если его воспитывает только один родитель. Словом, кто действительно в этом нуждается. Заведующие детсадов несут за это ответственность. Так говорят в управлении образования. Там же будут проверять и данные детей. В управлении образования есть два специалиста, курирующих дошкольное образование. И эти специалисты будут держать на контроле все списки, которые будут поданы заведующими детских дошкольных образовательных организаций. В детских садах дети не обязаны носить маски, пояснили в департаменте госсанопеднадзора. А вот в отношении воспитателей это требование неизменно. Родителям пошли на встречу с учетом спада заболеваемости среди детей дошкольного и школьного возраста. К тому же они посещают различные заведения. Так что школы тем более можно посещать и нужно. Эту ответственность должны взять все, включая родителей, детей, учителей, воспитателей. И вообще общество, оно должно тоже относиться к этому очень ответственно. Потому что в данное время, вы сами знаете, у нас многие граждане уже перестали соблюдать все эти требования. Поэтому я вот, пользуясь случаем, хотела бы еще раз обратиться на это внимание, чтобы действительно продолжалось соблюдаться все наши требования, о которых мы говорим. То есть носить маски, соблюдать дистанцию в полтора метра, соблюдать этикет кашля и чихания. Отметим, пик по заболеваемости коронавирусом среди детей был в ноябре. 320 случаев. В феврале 68. Анастасия Соболева, Турган Язов, НТС. Показатели по ковид падают. Снижение не кардинальное, но стабильное. На сегодня случае в заражении уже менее 50-48. Больше всего новых инфицированных все так же в столице 17 человек и 13 в Чуйской области. На Иссыкуле зарегистрировано 7 человек. Им поставлен диагноз коронавирус. А в других областях единичные случаи, а кое-где и вовсе в официальную статистику заболевших не внесли. Между тем, лечение получают сегодня в условиях стационаров 355 больных, ну а в домашних условиях пребывают чуть более 270. Диагностику выявления вируса при этом специалисты в лабораториях продолжают. Это необходимо для мониторинга ситуации в стране. Таким образом, за последние сутки проведено более 4000 ПЦР-исследований. Один человек, увы, скончался. Общее число летальных исходов таким образом достигло 1468 смертей. Цены на ГСМ продолжают стремительно расти. Например, в южных областях сообщается о дефиците топлива. И на фоне этой тенденции Кабмин решил запретить вывоз нефти и нефтепродуктов из страны. Точнее, за пределы таможенной территории ЕС. Мера направлена прежде всего на пресечение вывоза топлива в такие страны, как Таджикистан. При этом зачастую бензовозы контрабандным путем пересекают границу с соседним государством и вывозят нелегально нефтепродукты. Запрет распространяется на все виды транспортировки и автомобильные, и железнодорожные. Разумеется, претензии к полному баку личных машин и канистр. Запасным топливом в объеме не более 20 литров не будет. Не допустить вывоза нефтепродуктов должны пограничники, таможенники, финполиция и Минтранс. 29-е годовщина флага нашей республики отмечается сегодня. В 1992 году, наконец, общество решило остановиться на том варианте знамени, с которым мы живем по сей день. Хотя предложений было много и разные. Цвет полотна мог быть синим, и на нем могло быть не быть тендука. Однако авторы, в числе которых Иделий Дарбеков, Маматпек Садыков, Бекбасон, Джечебеков и другие, представили этот дизайн с желтым солнцем в центре Красного поля. Сегодня главный флаг страны развивается на площади перед зданием парламента на высоте 45 метров. Это огромное полотно шириной в 10 метров и 15 метров в длину. По случаю праздника одного из главных символов нашего государства, президент Садр Джапаров направил гражданам такие слова. Пусть не померкнет красный цвет нашего флага, символа мужества и отваги. Пусть не померкнут лучи солнца, символизирующие процветание и единство сорока древних племен. И пусть не падет тендук, как символ отчего дома и мира, как вселенной. Ее детство, увы, было не сладким. Зато теперь своим трудом и творчеством 16-летняя девушка старается подсластить счастливые моменты жизни других. Это история Виктории Субботиной, которая выросла в детдоме, а теперь стала кондитером. Это не просто хобби, в котором она здорово преуспела. Это работа, благодаря которой она всеми силами пытается прокормить свою семью. Всего 16 лет жизни, а сложились они нелегко. Зато легко и просто. Сегодня Виктория создает новые рецепты выпечки и фантазирует, создавая необыкновенные торты-шедевры. Там и шоколад, там и ягоды, а начинки не перепробовать. Елисей Крепиченко побывал в гостях у кондитера. Вот так, очень точными и аккуратными движениями 16-летняя Виктория Субботина превращает простой бисквитный корж в настоящий торт. Вначале корж аккуратно разрезается на несколько частей, после чего начинается так называемый процесс сборки торта. Виктория признается, что все началось с простого желания что-то приготовить к чаю. Вначале ничего не получалось, но девушка не сдавалась. И сейчас она может приготовить более 20 видов тортов. Примерно два торта у меня есть с корейским рецептом. Они очень мягкие, очень вкусные, потому что там абсолютно другая рецептура, другая готовка, вообще классная. У меня все получалось в первый раз. Виктория использует только натуральные продукты для изготовления тортов. Весь процесс отготовки коржей и до финального оформления делается вручную. Перед тем, как корж будет смазан кремом, он пропитывается специальным сладким сиропом. Конкретно этот торт будет вишневым, поэтому пропитываются коржи соответственно вишневым сиропом. Кроме крема Виктория также добавляет между слоями и натуральные фрукты или ягоды. В этот торт добавлена вишня. Несмотря на кажущуюся простоту, этот процесс достаточно трудоемкий и время затратный. Я сейчас собираю в мешок крем, чтобы было аккуратней высаживать крем на бисквит без грязи. Потому что в мешке можно сделать тут дырочку и будет аккуратней все и чище. Это одноразовый пакет. Надо брать, чтобы был густой крем, надо брать 33% и выше крем. Ну, сливки, да. И чтобы получился крем, нужно взбить сливки до такого состояния, 33% такого уже густого состояния и добавлять сахарную пудру. Сахарную пудру обязательно добавлять именно сахарную пудру, потому что она мелкая и растворяется быстрее, чем просто сахар. Вся процедура приготовления повторяется на каждом корже слой за слоем. Когда торт, что называется, собран, он отправляется в холодильник, как минимум на 6 часов. Ее торты – это настоящее произведение искусства. Готовить их для девушки не просто любимое дело. Виктория и ее братик остались без родителей, когда ей было всего три годика. Их отправили в детский дом. Спустя несколько лет сестру и брата усыновила добрая пара. Приемные родители дали нашей героине очень много. Они поддерживали девушку во всех начинаниях. Но, к сожалению, в июле прошлого года, во время пика пандемии коронавируса, приемная мама умерла. Девушка сейчас живет с двумя братьями и приемным отцом, у которого больное сердце и требуется дорогостоящее лечение. Отец из-за болезни временно не может работать. Можно с уверенностью сказать, что Виктория в свои 16 стала настоящей опорой для своей семьи. Полмесяца назад папа рассказал маминым подругам, что я занимаюсь тортами. И я им отправляла фотографии своих торт. И одна из этих подруг сказала, что может рекламировать меня. Просто рассказать обо мне, о нашей семье, почему я делаю торты. И она в Фейсбуке выложила мою историю о нашей семье. Так вышло, что из Фейсбука ко мне пришло где-то 500 подписчиков за день. Ночь и день я сделала 6 чизкейков и заработала 10 тысяч. Сейчас у Виктории с каждым днем появляется все больше и больше заказов. Девушка открыла свою инстаграм-страницу тортми.кейджи, где не только принимает заказы, но и выкладывает фото и видео получившихся тортов. В ближайших планах у девушки окончить кулинарные курсы и стать настоящим мастером кулинарных дел. Это была последняя информация о выпуске. Журналисты НТС, как всегда, продолжают следить за развитием событий. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok